Всем привет! Это Дима. Я Транспарень. Мне скоро, через месяц, 38 лет. Это видео я снимаю в моем доме на колесах. Дом на колесах. Как и возможно многие... В общем, все возможно. Как и многие последующие видео я буду снимать. Потому что мы поедем с моей семьей в путешествие по Европе. В этом видео я расскажу вам о моем решении ситуации того, что у меня сейчас пока нет. И на следующее какое-то время не предвидится эректильного девайса в моем члене. Вот такой у меня канал. У меня еще есть видео о том, как полюбить себя. О расцвете души и о личностном росте. Этого у меня полным-полно и будет все больше. Знаете что? Я все же решился и заказал в интернете один девайс, который для внешнего применения, такая так называемая скобка на член, для того, чтобы он что делал? Конечно, стоял. Есть такая штука, которая называется Elator. Эта штука была разработана в Америке, и можно заказать ее в Америке почти за 500 баксов. Пока она придет, я не знаю, сколько времени пройдет, а мы сейчас разъезжаем, собираемся, ехать по Европе. И из Америки она просто не успеет прийти. Пока мы уедем. А пока мы следующие где-то две недели будем колесить и ездить вокруг Берлина, я надеюсь, что все-таки та другая штука, которая называется Stay Hard, оставаясь твердым с английского языка, и которую разработали и продают в Великобритании, что она дойдет в течение этих двух недель по моему адресу в Берлине. Она, в отличие от Elator, стоит 60 пунктов примерно. 60 пунктов это в евро где-то, наверное, 70 евро, в долларах это где-то, наверное, 80 долларов, все же не 300, и, ну, как бы хочется попробовать. В общем, что это за штука? Соответственно, когда она придет, я обязательно сделаю оценку ей и видео о ней. На самом деле, я такое сегодня подумал, я ее сегодня утром заказал, первым делом, когда проснулся, я подумал, блин, вторым делом после того, как заказал, черт, надо было им написать, сказать, что я ютубер, пришлите мне эту штуку заранее, в смысле бесплатно, а я сделаю на нее обзор. Не догадался. Но в основном просто в таких штуках происходит следующее. Ты пишешь им запрос, они думают месяц, потом присылают тебе отказ. А мне надо срочно. Вот так. Такое короткое видео для вас сегодня. Смотрите. А вот мы провели провода. Я провел провода солнечной системы. Да почему я всегда говорю системы? Солнечные панели. Там наверху солнечная панель. Вот они здесь вот проходят. Здесь уже 85%. Все работает. А вот эти провода от солнечной панели. А здесь провода идут туда вниз к аккумулятору. В общем, вон там внизу. Ну, собственно, покажу. Смотрите. Вон там аккумулятор. К потребителям пока что все там же подключено. Здесь можно подключить потребителей. А сегодня мы с моим отличным другом, замечательным другом Айке, который басист в моей группе, будем ставить штуку, которая, я не знаю, как называется по-русски, которая меняет, переводит ток с 12 вольт на напряжение. На 230. У нас здесь есть, соответственно, розеточки, но ими можно пользоваться. Только если я весь этот дом на колесах подключаю к источнику энергии снаружи. А у нас солнечная панель. Зачем я ее строил? Чтобы пользоваться этими розетками тоже, разумеется. Чтобы стоять где-нибудь на озере, в лесу, где угодно, на поляне, и не нужно было зависеть ни от каких кемпингов. Сейчас же вообще в такие вот времена, что вообще не знаешь, ничего невозможно планировать. И поэтому, да, нужно быть не настолько независимым, насколько это возможно. Спасибо, что посмотрели это сундувное видео. До следующего раза. Подписывайтесь, ставьте лайки, как всегда. И, конечно, комментируйте, потому что если вы не комментируете, мои видео не советуют другим людям, а мои видео надо советовать другим людям. Пока. Привет, Айке. Привет. Привет. Продолжение следует. Вау. Привет. Привет. supplying. вау. yen cheat. Продолжение следует...